Нужно ли и правильно будет хвалить ребенка, то, что у него всегда получается? И правильно ли будет ему все время говорить, что вот ты молодец, то есть хвалить его постоянно? Хороший вопрос. Правильные похвалы мало не бывает. Не думайте, что если вы будете хвалить, и это будет очень много, ребенок зазнается. Нет, ребенок зазнается от недостатка похвалы. Когда он не видит похвалу дома, не видит адекватность ее, и только стоит тренинг, допустим, похвалить, все, он завестится и ничего не делает. Поэтому дома хвалите, но конкретно и объективно. Не молодец. Постарайтесь молодец, слово не использовать, а постарайтесь применять конкретные вещи, то же самое, как мы говорили про негативные моменты. Да, мне понравилось, я был восторжен, я был удивлен. Если вы хотите, чтобы он это же сделал, вам нужно просто это же сделать эмоционально. Вау, как мне понравилось, как тебе там пронесся, как молния. Все. Один раз сказали. Не надо бы там всю дорогу это говорить. Но он уже запомнил, и он уже, желая сделать приятное родителям, он будет на подсознательном уровне делать то же самое. То есть вы в первой части нашей встречи, я сказал о том, что как не закрепить боевые ошибки, да, с которыми потом ко мне приходят. Так вот, помогите ему, дайте ему обратную связь, эмоциональную, яркую, тогда он будет делать то же самое, то, что вы хотите. И используйте в своих словах те качества, которые вы хотите, чтобы он проявлял. Мощно. Да, вы в своей работе часто используете такое. Мощно, уверенно, легко, надежно, красиво. Как ты красиво это сделал, да, или как ты мощно это сделал. Все, ребенку этого достаточно. А в следующий раз вы делаете то же самое. Понимаете? Спасибо. Спасибо.